Вадим, ты вектор не видал? Ты в жопе смотрел? Я вас приветствую, мои дорогие любители и профессионалы массаж простаты. У нас новый выпуск диалогов о простате, я и ведущий Михаил Запихакин. И сегодня мы проведем интересный такой вот анализ, анализ различных моделей, которые мне довелось за последнее время испытать, так сказать, на собственном опыте. Что ж, мне довелось испытать 4 различных массажера, они все имеют какую-то собственную особенность. Сейчас оговорка для тех, кто посмотрит этот ролик и будет в чем-то со мной не согласен, он будет иметь на то право, потому что данные продукты я буду оценивать исключительно по какой-то своей интересной шкале. Еще добавлю, что, скажем так, критерии хоть и я придумал, но заранее не продумывал всех оценок. Я это буду делать, так сказать, вживую при вас, при всех. Поэтому результатов данного топа я даже не могу сказать сам. Мы подведем общий итог по сумме баллов и сравним это дело с бюджетом каждой игрушки. Ну а за мое сердце, то есть за мою простату, сегодня будут бороться V-Vibe Vector, Mr. Black Electro от компании MyToy, Я рада, Mr. Black. Массажер подстаты Uni от компании MyToy И G-POP от G-Vibe. Сразу говорю, я не оценил такие неинтересные вещи, как внешний вид упаковки, комплектация, что там находилось внутри, как это все было уложено. Это мы мужики, мы народ простой, как бы. Первый критерий это режимы работы. Самый простой в данном списке это G-POP. У него шесть классических режимов, следующих друг за другом. Три на силу и дальше уже с разными паттернами. Прерывистый, волнообразный. Один мотор в этой части. Uni. У него два мотора. Здесь вот и вот тут. В сумме десять режимов. Уже, скажем так, по-разнообразнее. У Mr. Black Electro также два мотора и восемь режимов вибрации. При этом у него есть дополнительная фишка, а именно электростимуляция, которая может работать как и вместе с вибрацией, так и управляться отдельно без нее. И напоследок Вектор. У Вектора также два мотора и десять вшитых режимов. Причем также у них может изменяться интенсивность, если управлять этим делом через пульт. А если Вектор использовать через приложение на телефон, количество режимов, как заявляет производитель, не ограничено. В данном приложении можно придумывать и рисовать свои паттерны вибрации. По функционалу G-POP получает три балла. Uni четверочку. и Вектор с Мистером Блэком по пятерке. У меня пятибалльная шкала будет. Тут я буду обсуждать насколько удобны эти ребята, когда они внутри. Потом поймете, почему я выделил это так. Ну и опять-таки по порядку. Значит, G-POP сравнительно небольшой и за счет кольца в первую очередь им очень удобно управлять, когда его втыкаешь в себя. Когда юзал этот массажер простаты, я вспомнил, что телефон забыл на столе, а я делал это дело лежа. Соответственно, я просто не доставая встал, дошел до этого, до стола, забрал телефон и вот, пожалуйста. то есть внутри он чувствует себя хорошо, никакого дискомфорта не вызывает. Уни, если кто обратил внимание, наверное, вот самый такой длинный, продолговатый из всех этих массажеров. С него вот рабочая зона, где заканчивается. Я сомневался себе, получится ли у меня, но сомневался зря, все получилось. Вот эта часть может показаться она вот странным каким-то местом, но когда оно получается уже находится внутри, оно создает довольно хороший упор и тоже в принципе не мешает. То, что происходит внутри и вот часть снаружи это да, это норм. Ты все весь рассказывает про обведение и нахречение тебя в жопе ты смотрел на меня, а не в камеру. Почему-то если я немножко криповый или поддержки какой-то, чтобы я сейчас подошел прямо и сказал бро. Бро. Мистер Блэк с точки зрения эргономики тоже хорош. То есть он достаточно гибкий и в принципе у него есть определенный так сказать зазор, если вы дяденька крупный как я. Внутри чувствовал себя уверенно, при этом у него вот есть такая шишка здесь. Вообще не ощутил никакого дискомфорта за счет этих ребер там вибрация вот с этого места хорошо передается на просаковую зону. С вектором у меня случилась оказия, назовем это так, потому что вектор в плане эргономики самый продуманный. То есть он, как вы помните из нашего обзора, у вектора обе части гнущиеся. И вот я мягко говоря перегнул палку однажды, ну не так конечно было, но вот рядышком с этим я перегнул палку и блин, меня прямо аж защемило. И вот и поэтому вектор с точки зрения эргономичной, если ты не попадешь в свой угол, то к сожалению придется доставать, разгибать и засовывать обратно. Значит по эргономике джипоп пятерка получает, а все остальные четверки. Они не доставляют ни удобств ни один из них, поэтому трудно как-то сказать кто хуже, кто лучше. И однозначно лучше джипоп с точки зрения эргономичности для моей задницы. Хочешь со мной поспорить, протестируй сам эти массажеры. Здесь я буду говорить конкретно о вибрации и ее проникающем свойстве применительно на меня. У джипопа вибрация высокочастотная. Кто не знает что такое высокочастотная вибрация, это когда вот оно по смыслу ближе к жужжанию комара. То есть вот такое вот. Она не вызывала так называемого раздражения в смысле стимуляции простаты. Она больше как вызывала щекотку и чесотку. У вас хорошие ногти. Можете почесать мне. Вот здесь. Это сильно отвлекало от процесса. Ну, у нее в первую очередь ну вот вибрация вибрация именно внешнего мотора вот здесь она вот я ее не ощутил честно скажу. Я толстокожий твердолобый толстожопый но вот здесь у меня от этой части как-то ну вот я ничего не почувствовал потому что я больше был сосредоточен вот на внутреннем моменте. А что касается внутренней вибрации вот тут есть где разгуляться. вот 10 режимов и к счастью выбрать было из чего. То есть было и высокочастотные вибрации были и на средней частоте и вот тут уже удалось достичь вот такого эффекта более проникающего то есть если высокочастотный у меня создалось впечатление что он вообще не добил до простаты грубо говоря сало там все съело понимаете то вот тут мягко выражаясь вот совсем примитивными терминами что-то шевельнулось кстати для протокола у меня ни от одного из этих массажей простаты не встал так что я гей я не гей а кстати может быть надо попробовать у мистера блэка электро внешняя вибрация ощущалась явственно хорошо те режимы которые которые были более сосредоточены на внешнюю вибрацию был от них так сказать но не то что итог свербления в заднице не было и на том спасибо вибрации высокочастотной у него не было у него наоборот какая-то среднечастотная и даже пониже чуть-чуть чем все предыдущие я вставлю электростимуляцию сюда потому что это забавное ощущение когда ты используешь это действительно вместо с вибрацией я как бы бил себя током уже на руках ну на внешних сторон на внешней участках тела я отдельным обзором запущу разбор мастурбатора с электростимуляцией как-нибудь как меня било током в пенис в мой грават вот била молния и вот я попробовал наконец-то как бы внутреннюю внутреннюю электростимуляцию и это довольно забавное чувство потому что он у тебя вибрирует все как бы находится и ты включаешь электростимуляцию и если вот когда ты допустим даже в ладони держишь такую штуку у тебя просто идет покалывание как бы в руку отдает ну что-то там мышцы может свести если сильно вывести то есть она вот прям сожмет мышцы и когда ты врубаешь вот здесь ток у тебя получается как бы сжались мышцы ты начинаешь перекусывать рельс но в том-то и дело что сфинктер как бы в порядке на сфинктер влияния никакого потому что ток сосредоточен вот в этих двух пластинах и соответственно область ток где-то вот такая и соответственно у тебя вот так сжало покрепче и от этого получается как бы и вибрация начинает действовать лучше на обхваченную на обхваченную так сказать кишкой я вот допустим минуты за две привык то есть меня шарохало током у меня все сжалось и так далее а потом я в какой-то момент ловлюсь я на мысли а он еще работает вообще ток-то бьет и может он волнообразный типа спадающий не спадающий выключил включил а нет оказывается у меня просто мышцы привыкли то есть тут было бы интересно если бы ну конкретно мне говорю было бы интересно если бы паузы между ударами сделать вот чуть-чуть побольше там вектор встроенные режимы из 10 мне понравился только один и то там если еще надо было подбирать интенсивность вниз-вверх вот когда когда я его запустил приложуху на телефоне и там в тамошних режимах покопался ну и там кое-что свое сделал во-первых вот эта часть у вектора мне практически не всегда нужна внешне а вот внутренне там есть парочку достойных таких режимов очень вот самый приблизившийся к низкочастотному который вот прям вот оказался самым проникающим дальше же можно было варьировать то есть я настроил как бы вибрацию перетекающую отсюда сюда отсюда сюда потом там прерывистые чередования были потом одновременно как бы усилил до максимума уменьшил усилил уменьшил то есть тут вариаций поиграться было больше вектор 5 мистер блэк электр 4 джип-оп и уни троечка управление это немаловажная часть особенно если что-то находится у тебя в жопе здесь сразу скажу джип-оп к сожалению продувает кнопка управления у него находится вот тут он чтобы поменять надоевший тебе вот этот высокочастотный режим ну ладно мне надоевший высокочастотный режим приходится как бы вот так подбираться лезть нажимать пытаться а руки еще в смазке или вот эта штука в смазке с точки зрения управления прям провал это именно если для сольного использования если это использовать на двоих я сразу оговорюсь чтобы уж совсем не подумали дорогие ребята из G-Vibe что я поливаю эту грязью нет для вот парного использования то есть если у тебя вот этот массажер не ты им управляешь а кто-то тебя целенаправленно им тычет как бы то тут нормас то есть ты вот так зафиксировал зафиксировал вот здесь вот раз палец вот два палец все и спокойно как бы меняешь уни однокнопочный пультик который просто меняет режимы по кругу понятно что наличие пульта всегда в принципе выигрывает особенно в таком делегатном деле как массаж по статой собственно колечко колечко пульт от мистер блэк электро смотрите как удобно ты берешь такой надеваешь кольцо и вуаля вектор в жопе ну вернее не вектор мистер блэк если вы используете конечно это кольцо я прямо ценил прелести во первых очень удобно это все дело вращать на пальцы и по сути у тебя получается две кнопки одна кнопка отвечает за вибрацию вторая за электростимуляцию включил настроил повернул взял там допустим что-то что у меня айпад был в руке я взял айпад что-то надо поменять поменял обратно супер удобно пультик у вивайба выглядит следующим образом честно говоря вот лежит в руке он как-то поудобнее чем у уни и с точки зрения пульта в принципе управление достойно если брать управление с телефона то в самой приложухе тоже в принципе все довольно удобно удобство управления мистер блэк электро уверенная пятерка вивайп четверка уни тройка и джипоп двоечка к сожалению тут вот прям я поставлю двойку потому что я использовал все-таки один это дело моя жена отказалась участвовать во всем анальном действии вот следующий критерий даже немножко я немножко затрудняюсь как это вот его оформить как это правильно сказать даже не знаю плавность вхождения в очко мне очень нравится критерий вадима итак критерий вадима или плавность вхождения в очко в принципе все это вытекает из формы массажера то есть тут самый я попытаюсь их как-то всех взять в одну руку чтобы они хотя бы близко рядом были и смотри и смотрелись вот вот и вот как скромно выглядит вектор на фоне мистера блэка я думал они хотя бы рядом близко по размерам нет они вот и это было в моей жопе влетел как в родное все было использовано со смазкой на водной основе естественно я на секунду даже испугался что он проскочит как бы дальше это диссидент не нормалды колечко колечко остановило все вот этот я как говорил если подогнать если подогнать угол под себя то тоже проблем с вхождением не будет вот с этими братцами пришлось повозиться вот этот наверное по вхождению был самый не очень удобный потому что у него во-первых самый тупой конец вот здесь и вот этот вырост то есть его нужно было там не с первого раза проскакивал здесь чисто только за счет размера то есть он получается по длине самый большой а по диаметру в принципе он идентичный тому же вектору например смазка не торопимся и все входит 5 баллов джипоп 4 балла вектор троечка уни и двоечка мистеру блэку все-таки чтобы его воткнуть пришлось немножко повозиться несмотря на то что мы мужики и нам как бы в принципе не особо важно на коробке как я и говорил важно как хранить твои секс игрушки итак здесь простейшей демонстрацией мы все и выясним итак фирменный мешочек для джипопа и для чистоты эксперимента сюда же отправляется еще его зарядный шнурчик запихантен закрывантен хоть в карман хоть куда в носок мешок для уни тут мне пришлось позаморачиваться конечно и подумать как его так правильно пристроить но ну вот трудновастенько проскакивать на входе зарядный шнурчик получилось но не но не но не с пол тачка мистер блэк единственный вариант который я нашел это немножко вот так вот сделать закузмить вот так засунуть вперед ну соответственно надо было сначала положить пультик поверите мне на слово что шнурчик для зарядки как бы сюда в принципе помещается я его просто я дома забыл собак съел ну и вот затягивается в принципе да но я не знаю не знаю насколько это хорошо для самого массажера быть в немного таком полусогнутом состоянии в принципе силикон с ним ничего такого смертельного не должно произойти ну вектор с родным мешочком хранения мне кажется даже как-то великоват мешочек для одного вектора пхаем вектор пультик зарядник джипопу пятюня вектору пятюня с этими двумя что делать тут с мешками поработать в принципе мешок нормальный что тот что этот но вот этот чуть-чуть бы поширше сделать и вот этот действительно чуть-чуть бы поширше сделать чтобы он такой согнутый не был вот с этим я просто дольше провозился как бы да и я хз поэтому 4-3 ассистент Вадим в честь которого назван один из критериев между прочим вручную дедовским способом подсчитывает количество баллов уважаемые редакторы итог сегодняшней финальной игры джип 23 но бет уни 21 ага ну я что-то чувствовал подобное мистер блэк 23 опана и вектор 27 вектор занял больше точнее получил больше всего баллов джип оп и мистер блэк равное количество и уни на последнем месте но не по значимости окей что ж уберите всю эту доску оставьте только наш баллы из 30 спасибо теперь бюджет мы взяли какую-то усредненную цифру по интернету но за исключением мойтоя мы брали инфу с их официального сайта погнали тут для себя нужно просто определиться что тебе нужно то есть мы знаем что вот этот массажер у нас бьет по эргономичности удобству и потенциальному парному использованию этот массажер кстати за счет кольца парному использованию не уступает также имеет пультик основополагающим выбором между вот этими двумя у меня был бы критерий Вадима это всегда основополагающий выбор брат нет основополагающим как это вот этих двух у меня был бы во-первых размер действительно пульт так что решайте сами мне вот интересно поговорить за этих двоих потому что у нас по сути получается одно семейство гладких массажеров назовем их так и семейство классических массажеров назовем их так оба они интересны я вот начну издалека что называется здесь 23 по моему рейтингу составленному честно и здесь сколько ты там сказал 27 27 в общем вектор как ни крути за сколько там примерно 10-11 тысяч мы получаем очень многофункциональный массажер кпд вектора стремится к 100% здесь 21 и 23 я считаю что они заслужили на свои баллы и тот и другой то есть у них тоже кпд выражен очень хорошо объясню что такое кпд это не коэффициент полезного действия это когда цена соответствует содержимому тратя ну пускай десятку с хвостиком на вот это дело и получая столько всего я считаю покупка полностью оправдана я бы даже в принципе 15 тысяч за это не пожалел бы ну в конечном итоге здесь ну пятерка и четверка соответственно то же самое как бы за пятерку мы получаем одного рода массажер за четверку мы получаем по сути твой первый массажер но не стоит забывать что тут у него двойная функция ты можешь это купить штуку не только себе если вдруг идя домой ты передумаешь засовывать его в себя то ты можешь спокойно его отдать девушке 23 что мы имеем за 23 балла эти баллы я в основном снижал снижал за что за мешочек да за туговатую эргономику критерии Вадима подвел на 2 балла сложно в твоем очко вадиму к сожалению вот тебя подвел больше всех критерий Вадима я считаю что тут КПД даже чуть повыше чем 100% в каком плане потому что тут есть электростимуляция за 6,5 тысяч полноценную игрушку ну 6-7 тысяч полноценную игрушку с электростимуляцией функциональной рабочей ты попробуй найти обычно они стоят гораздо дороже здесь именно с точки зрения функционала подвохов нет и цена у него достойная и приемлемая поэтому я бы вот из всего выше обозначенного топа вывел бы мистер блэк электро на первое место я поздравляю мистер блэк электро с покорением моей простаты я буду им пользоваться далее и буду получать от этого удовольствие а чтобы и вы смогли получить удовольствие от мистера блэка от уни мой той клаб вводит специальный промокод просак который будет давать вам скидку на покупки их продуктов на их официальном сайте мой той точка клаб пользуйтесь дорогие друзья на здоровье цена уменьшается кпд повышается тем не менее несмотря на халяву прилетевшую обязательно попробуйте и другие варианты не только обозначенные в сегодняшнем ролике но и наверное в предыдущих и в следующих выпусках диалогов о простате ну а я и Вадим говори вам спасибо что были с нами всего хорошего доктор можно взять вот это спасибо вот так так Продолжение следует...